В рассветные часы июньского дня камера видеонаблюдения, расположенная на самой центральной улице Воронежа, смогла уловить момент ДТП. Виновница страшной аварии разогнала свой автомобиль до скорости превышающей 100 км в час и столкнулась с попутной машиной. 10 июня текущего года напротив дома 25 по проспекту Революции города Воронежа в 3 часа 28 минут произошло столкновение двух транспортных средств. Hyundai Accent под управлением 24-летней жительницы города Воронежа и Hyundai Ecos под управлением 33-летнего жителя Белгородской области. В результате ДТП оборвалась жизнь молодого парня, который сидел на переднем пассажирском кресле. Следственным отделом по расследованию дорожно-транспортных происшествий Главного следственного управления Главного управления МВД России по Воронежской области окончено уголовное дело по части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении 24-летней жительницы города Воронежа. Обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения стала виновницей ДТП, в результате которого 21-летний липчанин скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. В настоящее время прокурором Центрального района подписано обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд. По словам обвиняемой, несмотря на выпитый в клубе алкогольный коктейль, она решила подвезти нового знакомого до дома. Но опьянение за рулем ошибок не прощает. За безрассудное поведение жительницы столицы Черноземья ей предстоит ответить в суде. Максимальное наказание по статье – до 12 лет лишения свободы. А полицейский в очередной раз призывает ни при каких обстоятельствах не садиться за руль в нетрезвом состоянии. Уважаемые водители, соблюдайте правила дорожного движения, скоростной режим, пристегните ремнями безопасность. Ведь от этого зависит ваша жизнь и здоровье. Субтитры создавал DimaTorzok